ну что всем привет сейчас буду делать для себя лекарства алоэ мед кто смотрит мои влоги тот знает что у меня сейчас проблемы с желудком в общем желудочно-кишечный тракт как называют врачи поставили мне уже диагноз но я и сама так уже немножко разбираюсь в этом поэтому где-то догадывала что все таки у меня больше проблема не желчным а все-таки проблема с желудком обострились все мои хронические болячки которые часто у меня и раньше были и ну повторяются они куда без них особенно когда какие-то ситуации не очень хорошие в жизни бывают когда много нервничаешь переживаешь стрессы какие-то то всегда у меня идет сбой в поджелудочной и соответственно это тянет за собой и проблемы желчным и проблемы желудка но это такое дело не будем говорить о болячках будем их лечить и я частенько когда у меня такие проблемы делаю себе такую вот настойку с алоэ эту настойку я еще начала пить это да когда заканчивала школу выпускной тянула на золотую медаль тоже переживания тоже такие стрессы и вот тогда первый раз у меня случились такие обострения и одна женщина посоветовала моей маме сделать вот такую настойку порезать алоэ на кусочки и смешать с медом оно настоится в холодильнике и потом утром пить натощак одну столовую ложку и вы знаете мне это средство очень помогает и я просто его всем рекомендую у меня пониженная кислотность поэтому вот у кого повышенная кислотность даже не знаю рекомендовать или нет как ваш организм будет реагировать на мед натощак вот но у меня все нормально то есть сейчас я вот взяла вот такие 4 такие не маленькие средние два вот такие маленькие так средние листочки алоэ они эти листочки у меня полежали в холодильнике где-то дня три-четыре в общем до недели могут лежать просто я уже думаю сделать потому что нужно пить и меда не было к сожалению у нас я отправила мужа говорит и мне купи мед пошел он купил вот пол-литровая баночка пришел говорит это акациевый мед этого года я говорю сколько же он стоит представляете 110 гривен я честно говоря была в шоке потому что я покупала раньше ну старый мед и того года то я покупала пол-литровую баночку где-то но за 50 за 55 гривен но не 110 гривен то есть или опять увидели что мужчина и решили наварить на нем или действительно такая цена насколько же тогда трехлитровая банка меда стоит и мы все время мед покупали в селе но сейчас уже давненько вот не ездили нужно поехать обязательно купить мед потому что вот эта цена 110 гривен меня совершенно не устраивает но он уже купил потому что я же сказала что мне на лекарства нужно вот ну уже вот половину сын съел я там чуть-чуть с чаем пила мне хорошо мед на желудок действует ну муж там тоже немножко попробовал ну в общем вот половинка пол литровой банки у меня осталось значит эти листочки я не буду снимать шкурку я только вот по обрезала вот эти колючие кончики на листочке вот так по обрезала а вот и сейчас нарежу меленькими кусочками и соединю с медом и так она у меня будет стоять в холодильнике пустит сок увеличится здесь будет почти может быть полная пол ветровая банка может не совсем до верха но вот где-то так будет полный сок пустит и вот так я буду лечиться потому что конечно выписали мне кучу лекарства но я их куплю может быть а может быть и не куплю может быть половину из них куплю ну в общем посмотрю ну лечиться нужно поэтому будем и таблетками и народными средствами которые уже проверенные всем советую очень хорошее средство даже для профилактики каких-то заболеваний дай вообще сок алоэ вы же везде сейчас видите что алоэ алоэ только алоэ вот очень ценный хороший такой вот продукт такое растение я показывала своих влогах что у меня на даче много этого алоэ я люблю это растение оно мне и внешне очень нравится в горшках когда просто растет ну и соответственно его ценные свойства никто не отменял оно очень лечебное вот сейчас я вот таким делом и займусь потом вам покажу так а здесь вот у меня опара решила сделать рулеты с яблоками были на даче после этих дождей очень много нападало яблок они еще такие вот небольшие еще конечно им нужно немножко дозреть доспеть ну вот компотик сварила и сейчас тоже вот сделаю такие рулеты хотела сначала пирожки но потом чтоб долго не заморачиваться думаю что все таки сделаю рулетики вот так уже хорошо у меня тут опара зашла сейчас буду дальше возиться с тестом ну естественно вам потом покажу варю легкий супчик думала думала что сюда добавить уже надоело добавлять там найти рис макароны какие-то вернее вермишельку что-то речку еще добавляю ну что только не добавляю а это решила добавить чуть-чуть кукурузной вот такой крупы печка такая кукурузная я ее частенько варю просто вот делаю кашку такую меня очень муж любит просто с маслом без никакой бизнес без подливки без ничего вот просит просто с маслом и масло сливочного побольше также он так любит вот кушать и рис и тоже просто с маслом перловку тоже так любит кушать но в общем такой он у меня не сильно прихотливый сильно мясо не просит хотя иногда хочется да вот кстати я вчера ему делала такую вот кашу в казанке просто кукурузная тут еще осталось но она вкусная когда свежая то есть вот только приготовил когда она горячая теплая добавил масло тогда вкусно а так конечно уже потом не очень а вот ну а я бы добавила в супчик и он такой получается вот наварится и как вот иногда манку бросают супчик а вот а это вот кукурузную я бросила эту крупу и она такое вот становится густенькое и такой для желудка хорошо сейчас мне вот как раз такой обволакивающий вот так что обратите внимание кукурузная вот эта крупа покупаю в атб очень хорошие мне нравится как для разнообразия и вот такие рулеты с яблоками у меня получились этот немножко так припекся ну ничего вот такие они в разрезе очень мягкое тесто я чуть-чуть попробовала мне сейчас нельзя дрожжевое тесто ну надо же попробовать что тут я напекла нужно было чуть чуть больше сахара но ничего и так хорошо а вот это еще вспомнила что у меня же ребенок сын не ест рулеты с я ну как с яблоками и не ест пирожки ну принципе под настроение когда есть когда не ест так я быстренько уже тесто там оставалось и напекла ему вот я называю такие масляники у нас на черкащине мама так называла масляники это значит тесто раскатывается потом сливочное масло растопленное вот смазывается с потом с сахаром хорошо насыпается скручиваем в колбаску вот и режем ну в общем очень вкусная получается но их самое главное не не нужно сильно запечь чтобы они такие влажненькие были мягенькие потом вот здесь такой сахар с сливочным маслом и оно такое получается как такая сладенькая такая помадка но в общем очень вкусно вот и это он любит и вот даже там карамель такая выступает потом когда печешь очень вкусно получается в общем натрудилась закрываю и всегда мама говорила печеное все нужно закрывать вот такой льняной салфеточка или полотенечком тогда она лучше сохраняется и сейчас сварю пирешечку еще тут почистила картошку пирешку сварю и сардельки ну вот так больше ничего сегодня готовить уже не хочется и так с тестом навозилась немножко устала вот такие были сегодня у меня кухон кухонные дела такие у меня рецептики и опять мое сонное царство мужчина как всегда за окном джентльмен уступил девочка место а девочки уже так себе вылеживается на этом окне таким хорошо сейчас на улице и не холодно и не жарко такой ветерок хороший и они с удовольствием тут валяются а вот это лола меня проштрафилась у меня сейчас я так понимаю новая проблема мне ей нужно срочно сделать стерилизацию потому что гуляли они все у меня вот здесь на территории у меня под как бы под присмотром никуда они не уходят то есть ну там вот могут где-то так вот то есть я они у меня всегда на виду или под машиной часто они там сидят а эту ночь она уже не ночевала дома где только ее не ходила не кискала не искала в общем не знаю подозреваю что она подгуляла у меня но как говорит муж сама создала проблему сама теперь и решать ну может и так поэтому срочно мне с понедельника нужно ввести ее на стерилизацию обзвонила сегодня все государственные клиники потому что в частных клиниках стерилизация около 1500 гривен но вы знаете в государственных тоже идет разнобой позвонила в ту клинику где симки делала стерилизацию там сейчас 550 гривен другую клинику позвонила 850 еще в третью позвонила около тысячи плюс еще там начинают накручивать знаете то 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 сету анестезия идет отдельно смотря какой вис кошки ну в общем скорее всего повезу на троещину там где я делала и симки стерилизацию там у меня девочка знакомая которой ну которая мне помогла прошлый раз делать там мимо кассы это паши пошли это оплата но год назад это было 400 гривен у нее а сейчас позвонила она на море отдыхает и как-то не знаю когда она приедет не говорит точно может она мне кого-то посоветует кто мне поможет там подешевле сделать эту операцию вот а если нет то пойду скорее всего так официально деньги в кассу 550 гривен ну а что делать нужно 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 было раньше сделать и все операции но связи с такой ситуацией у меня то то болячки то еще что-то то еще но в общем да как всегда откладываешь откладываешь ну а сейчас уже нужно срочно-срочно это делать вот так что вот такие заботы проблемы очередные у меня будут с понедельника но ничего это такие проблемы которые решаемые были бы деньги ну вот так что вот такие мои кошечки мама с дочкой вот холесия 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 ну ну проблемы ничего все на этом влог свой заканчиваю всем хорошего настроения удачи и пока пока